МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сам Антон Чехов считал пьесу Вишневый сад комедией с элементами фарса. Режиссер Станиславский воспринял ее как драму. С начала 20 века эту великую пьесу ставили множество раз. Есть она и в репертуаре Рязанского театра драмы в постановке Гульнары Головинской. Спектаклем с обновленным составом открылся 237-й театральный сезон. Кстати, почти на месяц раньше обычного. Вишневому саду больше 100 лет. И все же темы, что затронуты в пьесе, созвучны времени сегодняшнему. Удивительно, но некоторые монологи можно назвать злободневными прямо сейчас. А еще узнаваемый режиссерский почерк Гульнары Головинской. Ее художественные приемы, оформление сцены – все это прокладывает мост между веками. И делает пьесу современной для нас, зрителей 21 века. Это вообще пьеса, которая близка нам всем. Всем нам близка. Очень много героев, где каждый может найти что-то свое из себя. Возможно, себя. Ну и, мне кажется, сама постановка. Вот Гульнара Головинская в чем молодец, что она не то чтобы осовременила, но она придала немножко другое звучание Вишневому саду. Немножко другой подход к героям. И поэтому это интересно смотреть. Зритель очень любит Вишневый сад. Мы, к сожалению, в прошлом сезоне очень мало ставили Вишневого сада. В этом году и в этом сезоне, я надеюсь, что, конечно, чаще будем показывать. Действительно, в режиссуре Гульнары Головинской спектакль звучит совершенно особенно. Символизм пронизывает постановку от начала до конца. Идея собрать всех под одним абажуром создает образ старого, общего, уютного дома. Музыкальное сопровождение и пластика придают динамичности и живости. Впервые зрители увидели спектакль в 2018 году и явно соскучились по нему, как и по театру за время каникул. После перерыва я так посмотрел, что это, по-моему, первая постановка, которую от наших артистов, соответственно, не пропускаем. Плюс на Вишневый сад мне рекомендовали сходить и первый раз будем смотреть. И книжку-то читали уже давным-давно, поэтому надо пересмотреть. Начнем с того, что мы гости города Рязани, поэтому мы здесь. Я первый раз, например. Я первый раз. Я много лет назад, когда здесь жила, была в этом театре. Все очень красиво. Мы вообще первый раз. Первый раз вообще в Рязани и в вашем театре. Но первые впечатления замечательные. В Рязанске мы ходим достаточно часто, да, вместе собираемся. И вот так вот приходим по Пушкинской карте. Вишневый сад, классика. Вот хотелось что-то такое посмотреть. Мы охотились с билетами, потому что у нас достаточно большая компания. Билетов разобрали очень-очень быстро. Ну, плюс, соответственно, это новые впечатления. Драма всегда как бы удивляет. Фауз меня очень удивил в том году. Вот поэтому не могли не начать сезон. Первый раз с женской компанией в таком большом составе в театре. Итак, 237-й сезон открыт одним из самых любимых и востребованных у публики спектакля. Вишневый сад. При полном аншлаге. С успешным введением новых артистов. Роль Фирса теперь исполняет заслуженный артист России Анатолий Конопицкий, Дуняши Анастасия Дягилева, Яша Денис Чистов, почтовый чиновник Владислав Пантелеев. Впереди насыщенный сезон, премьеры, гастроли, фестивали. Следите за афишей и будьте в центре театральной жизни. Рязанский музыкальный театр съездил на гастроли в Тулу. А на нашей сцене в это время работали приезжие. Для рязанского зрителя Тульский академический театр драмы привез три постановки. Через три дня, 22 июля Санкт-Петербурга, два дня он еще воевал. Вот и вся жизнь. Разговор об исторической памяти, соединяющей прошлое и настоящее. Так можно описать постановку о «Зоре здесь тихие». Спектакль о подвиге наших солдат во времена Великой Отечественной войны, которые ценой своих жизней остановили врага и сейчас трогает зрителей всех поколений. Мы уцепились за один интересный момент, фактически за последние абзацы повести, когда фактически уже после всех событий повзрослевший Альберт Асянин, сын главной героини, вместе с постаревшим Восковым возвращаются на места событий. И Восков рассказывает уже взрослому сыну, главной героине, о том, как происходили эти события. То есть, по сути, он пытается получить такое прощение за то, в чем он, по сути, не виноват, но это дает возможность немножечко по-другому взглянуть на все события. А еще спектакль ставит перед зрителем вопрос, что же такое подвиг. Драма Рагима Мусаева по повести Бориса Васильева рассказывает о противоестественности войны и о силе духа человека. Главными героями здесь становятся пять девушек-зенитчиц, вступивших в бой с немецкими диверсантами. «Мне вообще очень нравится, что у нас получилось расширить истории самих девушек. Потому что, как говорит драматург, кстати говоря, очень важно полюбить героя. И вот в нашем спектакле есть отдельные сцены из прошлой жизни девушек, когда они еще были красивыми, легкими, радостными, мечтали, надеялись. И мне кажется, это самое главное. То есть, в спектакле звучит страшная фраза дикторским голосом, что ничего важного на фронте в данный день не произошло. А произошло! Погибли пять прекрасных девушек, которые могли стать матерями, бабушками, могли подарить нам жизнь». Совсем недавно эти девушки мечтали о любви и семье, не знали друг друга и жили в разных городах. Совсем недавно они даже не подозревали, что окажутся там, где им совсем не место. «Тульская труппа привезла в Рязань еще две постановки – сказку о рыбаке и рыбке и полианну. Такой гастрольный обмен опытом в нашем музыкальном театре считают очень ценным». «Обменные гастроли – это неоценимый опыт для всей труппы, потому что это новые знакомства, дружеские и творческие связи. И, соответственно, артисты могут себя показать. То есть, они уже полюбились на своих площадках. Теперь они покажут свое мастерство перед другой аудиторией. И я думаю, это будет очень успешно. И, я надеюсь, не в последний раз. То есть, это только наше такое большое яркое открытие». Пока рязанцы наслаждаются гастрольной программой, наш музыкальный театр выступает перед тульским зрителем с постановками «12 стульев», «Бабия бунт» и «Приключения дюймовочки». Кристина Бочкарева, Александр Бредихин, телекомпания «Город». «Бабия бунт» и телекомпания «Бабия бунт» и телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин